А кто тебе вообще сказал Я буду спорить с этим моим И не проспорю Вода душой оттащит глубину обратно Я был лугой, неизаживо был покоронен Я все же дожил и умножил силу многократно Я буду спорить с этим морем И не проспорю Вода душой оттащит глубину обратно Я был лугой, неизаживо был покоронен Я все же дожил и умножил силу многократно И мне казалось, не грибу, и планка не моя И мне кричали, что я все сгубил Это стоит одна И цель моя, мои идеи, иллюзорные сущности А я вот как-то не тонул и продолжал грести Завязываю рассказывать себе о том, как я несчастен И людям не рассказывай, по большей части класть им Твоя судьба, твоя дорога И этот день он твой И кем закончишь ты его? Выбор за тобой Смотря сквозь грязное стекло Я видел только грязь Я вырос там, где все вздыхали Ближе к вечеру мрази Стремления мои меняли в страх оценки И вот я в главной роли стою Про обесценку сценка Давайте выберем быть, а не казаться одни Есть шансы отыскать воды, блуждая по пустыне Запомни, если тяжко, ты на правильном пути А тех, кого простить не мог, обязательно прости Я буду спорить с этим морем И не проспорю Вода пушуя тащит глубину обратно Я был в огонь И заживо был похоронен Но все же дожил и умножил силу многократно Мы забываем, что дорога между адом и раем Сложена телами Наши близки От истинных краями Уходя друг друга убеждами Летать нам высоко, а падать близко Ладонь преврати в кулак Свой свет в очах Любовь, силы, знаки И не устану преодолевая свой страх Ложь, чтобы воистину В своих стенах, как волк, залежишь свои раны Я буду спорить с этим морем И не проспорю Вода пушуя тащит глубину обратно Я был в огонь И заживо был похоронен Но все же дожил и умножил силу многократно Я буду спорить с этим морем И не проспорю Вода пушуя тащит глубину обратно Я был в огонь И заживо был похоронен Но все же дожил и умножил силу многократно Но все же дожил и умножил силу многократно итак приветствую друзья всем огромнейший привет сегодня у нас что у нас сегодня у нас сегодня 8 апреля 8 апреля за бортом плюс 14 градусов специально решил проехать вот именно здесь многие говорят макс ты там как бы в острове мечты находятся в ебенях ты двигаешься по ебеновской дорожке ты понял ты чё блин я могу сказать что есть хорошая нормальная дорога по ней я не передвигаюсь по одной простой причине потому что здесь очень много есть факторов которые меня раздражают мягко говоря ну вот например вот как вот сейчас автомобилисты которые считают что они самые лучшие это приезжие с адлера которые успокоен у нас по разделительной полосе берут и делать или иные маневры чтобы вот этого ничего не видеть я предпочитаю все эти моменты избегать поэтому я спокойно всегда в центр еду по той самой прекрасной дорожке и там получаем неописуемое удовольствие говорю как есть теперь что касается вчерашнего дня я вчера поехал на рыбалку взял с собой жену брат взял с собой своего сына папа вместе с сестрой ну решили так немножко пробачить ну во первых мы вчера ехали до извиняюсь до рыбалки вчера ехали больше чем два с половиной часа в общем в одну сторону вас план часа это конечно же последствия чего последствия ремонта который есть конечно последствия ремонта ремонт имеется как бы от этого никуда не деться поэтому есть такой момент до ремонт 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 еще раз ремонт соответственно мы в свою очередь все таки доехали вчера кстати был праздник я вас уже не поздравил вчера же был праздник как от святой праздник святой праздник реально святой был праздник я-то вас и не поздравил вчера был с праздником благовещение понимаете вчера такой был праздник и как вы думаете что обычно происходит в праздник в городах. Правильно говорите? Его отмечают. Его отмечают. Надо же его отметить как следует. По итогу вчера приехали на эту рыбалку, на форелевое хозяйство. Народу было очень много. И количество алкашей на один квадратный метр просто переваливало жестко. Количество именно алкашей конченых, которые там не знаю. Я, знаете, мы даже в одном месте не смогли все встать. Например, мы там с моей женой стали в одном месте. Папа стал с братом в другом месте. Сестра там гуляла непонятно где. Потому что народу было очень много. Ну и по итогу, что у нас касается. Само собой, алкоголь и рыбалка это вещь несовместимая. Соответственно, ты либо бухаешь, либо ты в свою очередь рыбачишь. И то и то делать не получается. Удочки перехлестываются и так далее. Ну и, в общем, такая картина. Ладно, думаю, уже как бы приехал, уже смотрю, уже как бы настроения нет. Потому что, ну реально, как бы, все разговаривают матом. Очень много детей, все. Но при этом все у нас просто все разговаривают матом, матом, перематом и так далее. Понимаете? И в этом случае, конечно же, хочется отметить, что как бы, ну не самое все это лучшее, что можно себе представить. Давайте мы все-таки здесь, не хочу я здесь ехать, ребят, мы вот здесь все-таки с вами развернемся. Не хочу я тут ехать. Ну реально, как бы, только раздражающий фактор. Поехали по-другому. Тут я смотрю, там, как бы, на другом озере, там, ну может быть, расстояние, не знаю, метров двести. Какая-то алкашня, как выяснилось, это с Красноярска. Смотрю, там папа рыбачит, и что-то они возле папы, там, втроем трутся. Ну, трутся такие, да, там. Один там начал там орать, а кто там на мою, там, территорию, там, какие-то, закинул, ну что-то там удочку, что-то еще. Кто такой смелый? Кто там такой? Кто там бессмертный? Ну, такой, знаете, орет на него, в этого мужика? Ну, посмотреть страшно. Ну, кто-то скажет, может, он сушеный такой, высокий, да, там, как высушенный. Нет, не высушенный, просто это. И все. Я уже, хоп, все это смотрю. Уже смотрю. Я уже беру, убираю удочку, ну, чтобы пойти в ту сторону. Начинаю набирать отцу по телефону. Как нас, Доблин, забыл. Телефон Доблин. Потом все-таки до брата звоню, говорю, у вас там все нормально? Он говорит, да, 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 да. Я уже раз такой, думаю, все, думаю. Тут жена понимает, наверное, она уже начинает уметь читать мой взгляд, наверное. Она говорит, не надо, говорит, там ничего вроде не происходит. Не надо, говорит, туда идти. Я говорю, откуда ты знаешь, что я собрался туда идти? Он говорит, у тебя на лице, говорит, написано, что ты, говорит, это. Ну, и по итогу все, ладно, думаю. Посмотрю, думаю, позвонил брату, ну, мы вот так вот в поле зрения держу, вроде бы рыбачу, а сам смотрю, что там происходит. Потом этот мужик один, один самый у них там толстый, самый, он берет перед отцом, сука, начинает раздеваться. Вот я им серьезно говорю, вот просто начинает раздеваться. Я уже не пойму, думаю, ну, ладно, ты думал, как же думаю, ну, ладно, ты матершинник. Ну, блин, ну, еще быть и с Красноярска, да еще и быть этим асом, вот этим, ну, это, думаю, оказывается, я не так его понял, оказывается, он просто хотел искупаться, хотя там купаться запрещено, и тому подобное. Самое интересное, ребята, вот эти вот ребята, которые были из Красноярска, они там очень громко там, как бы выпивали, очень громко ругались и тому подобное, да, там, и там, не знаю, там понтов было выше крыши, хотя, говорят, на них посмотреть страшно, ну, реально конченые ублюдки, вот серьезно, серьезно. Вокруг очень много детей, все остальное. Само собой есть охрана, которую охрану свою, это, саму нужно охранять. Я потом все-таки уже не выдержал, я подхожу к отцу, я говорю, что тут у вас? Папа говорит, да нет, нормально все, как бы, брат тоже говорит, да нет, все нормально. Я вот смотрю, говорю, что это вот чумо вот здесь вот полуголая сидит? Он говорит, да он хотел искупаться, потом передумал и так далее. Но я смотрю, вроде там никто там, а то просто, понимаете, со стороны было видно, что там как будто там начинают там эти, знаете, алкашевские эти обнимания, вот эти вот алкашевские, которые там поговорили и так далее. Просто я это все видел, и конечно же жена сказала, что больше мы в празднике никогда не будем, потому что она всегда переживает за меня, потому что как бы я, ну как бы знаете, у меня есть такая штука плохая, вот например, меня можно там, например, задеть, там, не понимаю, как-нибудь там, может даже меня толкнуть вот я им серьезно говорю, вот можно вот много чего себе позволить в отношении меня и я в принципе такое, как терпило я это все могу выдержать, ну серьезно говорю, ну серьезно, ну как бы ну такой терпило мы меня назовем, да могу все это прям выдержать но у меня есть один маленький момент есть маленький один нюанс который всегда, как бы у меня срывает мою кукушку, да, так скажем, я вот кстати в боях, да, вот как бы я всегда-сегда хладнокровно бьюсь, там, хладнокровно всегда на характере занимал первые места ну всегда, в бою все нормально все хорошо, но если вдруг касается моих родных и близких это могут быть друзья мои родные и близкие, это может быть сестра это может быть брат, это может быть еще кто-нибудь если вот касается вот их, да, безопасности или там, или еще что-нибудь или что-то несправедливое отношение к ним, то, конечно же здесь у меня немножко другое, у меня сразу как-то какой-то занавес я сразу начинаю, и это кстати, жена знает, потому что несколько раз ей заступался, об этом знает моя сестра, потому что она тоже подходила уже видела, что вокруг она уже тоже сестра смотрю, аккуратно смотрит потому что мы с ней вместе же все-таки росли, уже и в одном классе в общем короче, надо таких мест лучше избегать самое интересное, что целая куча охраны и на секундочку, вот этот форелевое хозяйство принадлежит у нас Монтери Групп, да те самые, которые у нас строят самый дорогой апартаментный комплекс в прекрасном городе Сочи, да, ну точнее там в Сириусе, да Монтери Групп, ну там такие охранники, которых это, как бы себя нужно охранять в общем, не понравилось все, что происходит а я понимаю, что дальше будет еще хуже вы, конечно, у меня все молодцы все православные все, блин, праздники отмечаете но что-то, блин, я в Библии не видел что вот эти все праздники, да, там надо, там, не знаю, там вот вчерашний праздник нужно отмечать вот так вот, да, с размахом, да, вот так вот чтобы там, ну, что-то я не видел а стыдно стало, да вроде дичь творили вы а стыдно было мне по итогу ничего никакого не произошло не поругался, ну, как бы ни с кем не поругался ни с кем не подрался ничего, просто поехали в сторону Красной Поляны ну и просто сделали кружочек и потом поехали назад ну, вот, знаете, вот так вот просто решили с женой немножко путешествовать ну, ну, а почему нет ну, ей такой отдох не понравился потому что ей нравится больше ходить ну, не знаю, так вообще так получилось потому что рыбку я пока одну вытаскивал она была вся в крови, эта рыба и в итоге как раз брызгала и испачкала одежду моей жене поэтому мы не пошли пешком гулять потому что я бы пошел весь в крови мне вообще по барабану, знаете, как весь в крови ну, девочки же они такие ну, нифига, нифига, нифига поэтому нужно будет выбрать время и все-таки съездить съездить и погулять потому что набережная действительно большая вот поставил себе цель, чтобы ее заснять потому что там действительно круто гулять но я увидел там шоколад шоколад это шакалы это те самые затрудники ДПС а почему шокалы? почему шоколятам? потому что мы проехали что в одну сторону, что в другую сторону и, в общем, эти шоколята разводили разводили пешеходов, на секундочку если пешеход вдруг заступал на... есть там еще такая велодорожка там ее толком не видно но это напротив... напротив... как называется, ребят? скажите, я скажу а? скажите, я скажу напротив подъемника который называется Красная Поляна и видел, что они просто брали и прям выписывали просто женщинам это просто, видать, за то, что там находится пешеход не на том месте я, конечно, с одной стороны как бы понимаю у нас пешеходы это вообще страшное зло они там перебегают выбегают где угодно но не понимая гаишников в той ситуации там столько нарушителей где-то там паркуются непонятно как но мы вчера взяли и начали щемить пешеходов за то, что видишь ли они как-то оказываются на велодорожке ну, я считаю что это свинство было со стороны сотрудников ДПС ну, вот как бы так я поэтому и сказал что шоколята потому что ну, я считаю что это как шакалы и вообще где-то как бы у нас написано что ты должен сразу убирать и штрафовать но предупреди что здесь окажется вот так вот все сделано через одно место и здесь например у нас дорожка для этих для велосипедистов потому что она сливается и там толком сразу не поймешь да, знак в начале есть а если там где-нибудь вне знака повернул либо еще что-нибудь в общем у меня прям появилась идея фикс хочу поехать и все хочу поехать и вот попробовать пройти посмотреть заснять как это будет реакция как они попробуют меня развести на штраф и так далее ну просто интерес самому ладно это еще не самое вчера страшное самое страшное произошло у нас вчера когда мы приехали после уже краса поляна все едем с женой жена говорит блин так говорит хочу клубнику просто захотелось клубники может заедем купим я хорошо говорю а где мы можем купить говорю клубнику она говорит ну вот на Яна Фабрициуса я говорю ну давай говорю давай заедем на Яна Фабрициуса ну в общем мы берем как бы заезжаем на рынок Яна Фабрициуса ставим машину и начинаем идти идем само собой на рынке у нас одни армяне само собой разумеешься кто-то может быть уже даже меня и узнал потому что смотрю там смотрели косым взглядом может быть не все узнали иду спокойно в камуфляж в станах в яркой футболке и соответственно тут начинает вот покупаем все а я беру смотрю и реально как бы вот из всего товара например вот только на яблоки ценник вот запомнил да яблоки там 100 рублей килограмм а например на малину на клубнику на чернику на на ебунику на мандарины на все остальное цен нет бесценные я спрашиваю а где говорю цены-то и это мне армянская прекрасная женщина говорит зачем цены дорогой договоримся я говорю в смысле мы договоримся я говорю где цены да какие цены зачем тебе цены нет знаешь ты берешь покупателя она начинает это тыкать потому что наверное воспитание ноль ноль у этих женщин да воспитание ноль она мне начинает тыкать да мы с тобой договоримся да нахрен ты мне нужна с тобой договариваться я говорю нет я не буду покупать это у людей говорю ничего там где соответственно нет цен мы идем дальше соответственно там тоже нигде никаких цен нет тоже один начинает мне продавец начинает ааа там давай дорогой там я говорю цены где эй зачем цена это же и знаете вот сотрудники полиции я знаю что вы меня смотрите потому что начинаете названивать я же у меня стоит у меня стоит где-то контакт я знаю и так далее да с чем-то вы правы с чем-то вы не правы гаишники бывают останавливаются хотят по душам поговорить и так далее так вот я обращаюсь к вам мэр города Сочи да Алексей Копейгородский всей вашей шобле шобле которая у нас кошмарит тех самых я видел просто как кошмарили бабушек вот действительно они стоят в переходе продают там свой лучок они не продают ананасы они не продают они действительно продают там помидоры еще что-нибудь и может быть да они обманывают может быть это не их огорода но я верю людям надеюсь что и соответственно они продают и вы их щимите и этим гордитесь и даже в новостном блоке здесь тоже все есть в то же время у вас перед носом рынок Яна Фабрициуса нет ни одного ценника нет ничего хамский дифференцированный подход каждому покупателю соответственно просто могут на пустом месте мало того что загибает цены просто цены фантастические так еще еще и к тому же еще всегда и обвешивают и обманывают и тому подобное понимаете вот почему вы туда не сходите а знаете почему они туда не сходят потому что наверное есть какие-то договоренности а за бабушку за бабушку ее как бы никто не защитит вот я например всегда вот у этих бабушек всегда вот я вот клянусь я всегда что-нибудь да покупаю даже что мне не нужно понимаете я себя покупаю потому что понимаю что не от хорошей жизни эти бабушки выходят там и стоят там в переходах или еще что-нибудь понимаете а в то же время рынок Яна Фабрициуса я говорю ну вот серьезно ни одного ценника нет ничего и это у нас просто-напросто это у нас просто я не знаю это просто вот я я всегда и сказал говорю из-за таких как вы говорю вот мудаков прям так им всем сказал прям громко сказал я говорю и ходят слухи про Сочи что везде обман и тому подобное я где ваши ценники говорю я говорю что за хамское отношение говорю что за дифференциальный подход начинаю ходить и какая-то женщина начинает мне в спину что-то говорить что там говорить понимаете там что-то не нравится не ходи я беру разворачиваюсь кто мне там что говорит из вас и вот это целая куча армян человек 20 там собралось и они хоп-таки и молчат и даже у меня жена не выдержала говорит что же вы спину что-то орете ну возьмите если уж есть какие-то возьмите если вы считаете себя правым скажите в спину что-то орут и потом все в итоге не стали мы принципиально ничего брать и по большому счету когда эти цены озвучивали хоть вы и говорите что там у меня злая бабка там как бы все но у этой злой бабки хотя бы ценники есть вы понимаете у этой злой бабки я хотя бы прихожу и я понимаю и эта ебуника стоит 2700 рублей за килограмм и ты берешь ты понимаешь ты либо согласен с этой ценой либо не согласен а вот если мы берем с вами например тот же самый Яна Фабритуса договоримся мы прошли везде вот я говорю вот своей жене где будет ценник на клубнику где ценник будет на клубнику я тебе куплю хорошо она говорит хорошо а потом она сама сказала мне перехотелось с этим хамским отношением эту клубнику а я думаю хорошо деньги сэкономил понимаете и вот это все понимаете еще я запомнил там они такие классная девочка армянка лет 30 и ее мама мы пришли с папой папа не надо соврать папа реально надо соврать мы пришли с папой я думаю ладно думаю возьму думаю фрукты овощи домой и тому подобное понимаете возьму и как вы думаете насколько нас обманула эта улыбчивая армянка ну много чего покупали насколько она обманула по факту насколько она обманула как вы думаете на сколько на какую сумму нечаянно обманула а я вам скажу на 5000 рублей да там сумма вышла в 15 тысяч потом мы посмотрели но никак не выходит даже даже 10 тысяч никак не выходит просто на 5000 просто улыбаясь там располагая к себе ой какая я хорошая и так далее и все сейчас кто-то будет защищать кто-то с рынка смотрит меня я знаю что смотрит потому что два как минимум я увидел да которые там смотрю такие да которые у меня мелькали в прошлых видеороликах где обманул один мужик меня обманул второй я смотрю они видать узнали меня язык в задницу запихали и ничего не сказали но я скажу так вот уважаемый мэр города который допускает вот такое разгильдяйство да как бы я все-таки сниму сюжет я не люблю этот грязь но я сниму сегодня либо сегодня либо завтра сюжет схожу с камеры так же 360 попробуем что-нибудь купить и проверим на тот же самый как бы обвешивают или не обвешивают а потом еще а потом еще мы сделаем да кстати вопрос знаете какой дает ли преимущество включенный поворотник ну у меня если я еду в левой полосе автобус едет с правой стороны он начинает переставиться вот вам вопрос вот проверьте свои знания дает ли вам указатель поворотника преимущество при перемещении вот например вот как сейчас автобус был например включил поворотник ну как обычно да знаете бывает такое когда люди лезут такие в наглую и говорят я же поворотик включил вот и есть такой вопрос в правилах дорожного движения дает ли вам включенный поворотник какое-либо преимущество перед другими участниками дорожного движения просто проверьте себя поэтому вчера просто прекрасно прошел праздник Благовещения и вчера реально лучше бы я вчера работал а в итоге получается и там получилось через одно место и там получилось через одно место и говорю у нас сейчас мы будем смотреть новости и в новостях есть такой пункт ну раз, два, раз, два яйца тряс, яйца тряс яйца тряс в Сочи для родителей и школьников запустили проект здоровья ребенка в твоих руках и в ваших деньгах ну серьезно, хорошая акция глава Сочи Алексей Капайгородский провел утренний обход пляжа в Адлерском районе вопрос, зачем? понятно, что там пляж находится сейчас в не очень хорошем состоянии а почему не сделать обход как я делал кстати, в этом году будут у меня такие обходы почему не сделать обход не зайти на пляж Мандарин и не узнать, что там оказывается чтобы там ты взял себе тот самый лежак стоит 2,5 тысячи что если мама, папа, я и ребенок пришли что они должны дать просто минимум 10 тысяч рублей на пляж Мандарин почему не сказали, что большая часть пляжа у нас загробастана и да, там можно где-нибудь лечь например, на том же самом например, полотенчики и по сути у нас учитывая, сколько набрали всевозможных лежаков платных и людям уже негде отдыхать и получается у нас уже за лежак должен быть сколько времени денег отдать и так далее почему вы на это не делаете акцент сейчас пока еще лежаков таких нету я вот знаете Алексей Капайгородский я сделаю обход я покажу вам на примере моего видео покажу как нужно делать обход и на что стоит обращать внимание при обходе понимаете вот я покажу вам пример ну наверное вы этот видеоролик не сможете посмотреть потому что вам по большому счету будет стыдно смотреть на то что творится в вашем прекрасном городе по сути у нас все стало платное тут в Адлере и так там очень низкая узкая полоса и так там люди туда едут далеко не самые богатые и так они пытаются сэкономить на всем потом натешают себя там мне нравится на камешках лежать когда там плюнули насрали пассали собаки выкупали там ну какая-то кошечка говно затолкала и все ну ладно и все равно даже этим любителям как бы песка уже места-то не остается у нас по сути получается как бы концепция бесплатного превратилась в платное и ладно как бы есть люди умные которые приезжают да в Сочи они там останавливаются например в Дагомысе там да есть свободные места там на Мамайке например тот же самый пляж бывшая ласточка а много же людей они же не образованные они же берут смотрят о Сочи наверное дорого а Адлер наверное дешевле и едут в Адлер останавливаются в курортном городке думают нифига себе а как загорать стоя что ли начинают ехать до ближайший пляж а это Мандарин а Мандарини там у нас раз-раз и коммерция появилась да и все и пошло-поехало и все так же в Сириусе так же везде поэтому блин я наверное перед отдыхом сделаю рейд если вам будет интересно покажу тебе места где я рекомендую отдыхать и какие пляжи пользуются и какие места я не рекомендую я думаю для многих из вас будет интересно голова Сочи Алексей Ковогородский провел личный прием жителей Адлерского района блин а со мной не хочется и с личными боится блин боится я уже столько письма писал ладно в Сочи времена введена временная схема на движение улицы Кирпичная в связи с ремонтом поэтому такие пробки кстати я думал что там сделать за неделю за две оказывается до 28 апреля будет Армагедец поэтому наверное в Адлере не скорая что интересно я сниму глава Сочи Алексей Ковогородский поздравил сотрудников сочинских электросетей с их профессиональным праздником в Сочи 6 и 7 апреля изменится движение общественного транспорта и в Адлере и не только в Адлере да кстати теперь 104 маршрут проходит через жилой комплекс Гранд Парк съели да съели да съели съели и теперь получается та самая автобусная остановка именно получается прямо напротив жилого комплекса Гранд Парк а что это означает а это означает то что теперь спокойно вот ты уходишь с Гранд Парка садишься на автобус никуда тебе лишние 150 метров не нужно спокойно доезжаешь тем самым Гранд Парк стал еще интересней про это говорили целый год но уже запустили новый маршрут именно поэтому сделали там односторонное движение автобусы теперь идут мимо жилого комплекса Гранд Парк тихо тихо в Сочи пройдет ярмарка вакансия работы России время возможностей вот как бы так да бесполезно проводить такие мероприятия потому что человек если не хочет работать бесполезно что-то я же говорю недавно общался с одним челябинцем не давайте к помощникам я говорю да нет мне не надо иди в такси да ты что такси западло я говорю блин какие двойные стандарты такси за 200 тысяч западло а по этим помощникам за 30-50 тысяч не западло даже даже ну вот вам и ответ вот вам и ответ с 8 апреля то бишь сегодняшнего дня платное парковое место будет еще больше соответственно даже возле жилого комплекса остров мечты все это сделали красиво и так далее и уже сказали что с сегодняшнего дня это будет парковка платная но опять же как будет платная платная парковка будет с понедельника по пятницу с понедельника по пятницу это будет и соответственно с 8 утра до 8 вечера это будет платная платная С 8 утра до 8 вечера Суббота и воскресенье бесплатно И с 8 вечера до 8 утра тоже, соответственно, бесплатно Так идет 100 рублей в час В Адлеровском районе 80 рублей в час И в Лазаревском 50 рублей в час И на вопрос, одобряешь ли ты это Да, я одобряю Я бы одобрял бы еще больше Если бы были бы прям, как в Москве Гораздо жестче штрафы и тому подобное И так далее Потому что сейчас просто ужаснейший бардак на дороге И тому подобное И кто-то мне написал Максим, если ты не снимал парковку бы Ты бы тоже парковался, как все мы Нормальные, классные Ну, эти, как вы сказали Ну, и Ну, как бы такие, да Ну, нет, ребят, если бы так на то пошло Скорее всего, я бы сделал бы по-другому Я бы купил себе мотоцикл Мотоцикл бы я нашел бы всегда Где припарковать А машину, к примеру, парковал бы На парковке, ну, как вариант Например, на парковке, где торговый центр Моримол Соответственно, по всем своим делам Как я сейчас езжу один Я спокойно справлялся бы на мотоцикле А когда, например, ко мне приезжали бы Те самые клиенты, и меня было бы с ними кататься Я без проблем просто брал бы Доезжал бы до автомобиля Автомобиль ставил бы на Ну, как бы Мотоцикл бы ставил бы на парковку Но На автомобиль перемещался бы Ну, я бы нашел Я бы нашел любой вариант Лишь бы не стать геем И проституткой, понимаете Потому что человек, когда попадает Как мне говорил бизнес-тренер Если натурал попадает в стаю геев Он через три месяца становится геем Понимаете? Вот я уже в острове мечты Живу три с половиной года Да, вот даже больше Да, вот в июле месяце Будет четыре года Как живу в жилом комплексе Остров мечты Но никто из моих Прекрасных соседей Никогда в жизни не сможет Меня упрекнуть в том Что я себя хоть раз в жизни Повел как-то Ну, не по-соседски Там непорядочно, да Там кого-то там подпер Или там еще что-то сделал Никто не скажет такого Или там хотя бы бумажку Одну куда-нибудь выкинул Или еще что-нибудь Понимаете? Там или кальян там Покурил И мешал там кто сверху Снизу, сбоку Никто такого мне не скажет Понимаете? Но при этом я не могу сказать Что все у меня соседи идеальны Да? Как бы бывает там Да, очень много у нас Людей с педагогическими наклонностями Да? Даже пару человек из них Даже хотели со мной выскочить Один тоже там пришел Такой, весь такой Да ты меня дождись Меня дождись Сейчас Хоп, идет Ой Привет, Максим Я говорю А что ты хотел-то? Ну ты просто так жестко мне сказал Я говорю Ну ты что, хотел подраться что ли? Ну, я уже Ну, хочешь подраться? Ну А, 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 а И все И не подрался, да? Зато мода есть такая, да? У нас В комментариях пишут Макс Я приеду через год Мы с тобой Па Стоим в спаррингах Серьезно что ли? Через год А почему не через три года? Там же аж пять лайков, да? Почему не через четыре года? А или не через пять лет? Возьми с собой свою жену Пускай она посмотрит на твой позор Я тебя вырублю за пять секунд Постоим в спарринге Вот к таким прекрасным людям У меня есть маленькое обращение Если вдруг хотите поспарринговаться Постоять Я с большим удовольствием готов Без проблем Постоять в тренировочных перчатках Ну, во всяком случае Ни разу от бойни своей жизни не отказывался Второе Если есть огромное желание Меня вырубить Как-то вы говорите, да? До пять секунд Вы тоже знаете, где я нахожусь Я всегда с любым из вас встречаюсь Я всегда беру трубку Всегда беру трубку Всегда на связи Зачем для этого ждать Там спортзал или еще что-нибудь Если кто-то прям Кого-то я так сильно раздражаю Особенно там, как бы, диванных экспертов Смотришь, у него Один и те же комментарии Какие-нибудь такие Какие-нибудь такие Ну, зависливые Вы всегда можете там Взять со мной встретиться Под видом Под видом Еще раз говорю Под видом клиента Который хочет что-то купить А потом раз И захотеть со мной Свести счеты Или еще что-нибудь Ну, ребят Ну, серьезно говорю Ну, что за детский сад? А то в комментариях Вы такие бойцы Такие невидимого фронта А потом раз Почему-то вы все И обсираетесь То вы там Берете там В сильных людях О, понятно Железом-то проще заниматься Понятно На боксе же можно И по лицу получить А потом, когда ты говоришь Пошли Пошли Постоим Нет, я вешу Сто килограмм А ты весишь Сто восемь килограмм У нас с тобой Разная весовая категория Тогда вопрос Зачем тогда ты Выеживаешься? У нас же есть Как бы Такое понятие Да, такое Сейчас модное сделали Да Знаете, такой Модный понятие Нежданчик Да Ладно, когда Вот, например Там, когда могут В процессе разговора Например Ну, бывает Например, да Например, вот Лантья такой Да, человек Меня папа Если так воспитал Пока, говорит Тебя первого не ударят Ты не имеешь права убить Понимаете Хотя Путин говорит Если драка неизбежна Бей первым А я Меня папа так воспитал Меня должны Изначально ударить И потом тогда Я беру и вырубаю Все А есть же другие люди Вот, например Какому-нибудь Другому человеку Будете так отобщаться Да, вот так просто А он возьмет вас И не жданет Пока вы там Объясняете Там, про разницу в весе И все И А тот Удар, который ты не ждешь Он самый страшный И самый опасный Ну, ребят Особенно мужики Ну, включайте вы свою голову Когда пишите комментарии И так далее Ну, вы знаете же Мы живем в таком же Это У нас же, понимаете Самое интересное Что Сейчас же Мы живем В цифровом веке У нас все легко Можно посмотреть По IP-адресам По всему остальному Вот легко это Да Все это легко находится И так далее И вот такие Иногда кажется Такие бесстрашные Ну, серьезно говорю Такие Такие Нету даже инстинкта Самосохранения Это не есть хорошо Это есть плохо Я вам серьезно говорю Это есть плохо Ну и Подведя итог В Сочи Прекрасная погода Вчера В планах было Хорошо отдохнуть Теперь понял, что Наверное Не можешь сейчас по-другому Сделать свой график Наверное В воскресенье Я все-таки сделаю Чтобы у меня Был Мягко говоря На рабочий день Выходные будут брать Среди недели Потому что То, что я вчера Посмотрел Это, конечно же Просто стыдоба Это просто Срань Господня По-другому Никак не говоришь Как вчера Отмечали Этот святой праздник Как вы все Разговаривали Как вы себя вели И тому подобное Заставили понервничать Моего отца Понервничать Потому что Мне потом позвонил Вечером Сказал, что Он знает меня Знает мой характер Переживал, что Я сейчас Начну просто Напросто Начну Просто Не понятно С кем Подариться Драться Со всеми этими Алкашами Точнее не драться А их бить За меня переживала Вчера Сестра За меня переживала Вчера Это все за меня Получается Переживали И уже Такое ощущение Как будто Меня Мои родные И близкие Считают За психа Я умею контролировать Себя Умею контролировать Чуваю сразу Тоже не пойму Чува народ пошел Да Плюнешь в рожу Драться лезут Вам всего хорошего Всем добра И пока